всем привет и сегодня я сниму видеоролик первый видеоролик на новом канале который называется берта про то как берта едет в коттедж ну по крайней мере мне прислали вот такую анкету я уже сделала заявку вот и мне надо заполнить как вот здесь написано заполнение всех пунктов анкеты обязательно то есть мне надо заполнить ого так она еще и двухсторонняя так здесь такой надписи нету вроде нигде и нету то есть видимо вот здесь заполнять не обязательно я скорее всего буду заполнять так ну что поехали так кличка собаки берта ой . ладно так фамилия собаки отчество собаки у нас отчество собаки августовна так вот берта шадрина август так возраст собаки кстати у нее сегодня день рождения ей исполнилось два года ура вот возраст собаки два года года так вот два года вес сейчас я узнаю вес так вот весы берту ся пожалуйста так уже выключились берта весит 3 килограмма 4 ну короче три четыре вот одно есть что не затупили подожди клапки ну короче но она ну вот я уже вернулась конкете действительно берта весит 3 4 я в шоке я думала она весит чуть меньше хотя давно взвешивала так вес вот вес собаки наполняем так три килограмма четырех килограмма четырех килограмма четырех килограмма четырех килограммов не знаю зачем они точку поставили но вот так ничем организатор поставить так порода собаки брюсельский грифончик я напишу грифон грифы с днем грифы грифы с днем Так, наличие родословной. Есть? Нет? У Берты есть родословная, поэтому я подчеркну есть. Берта за кадром уже что-то ест, но да, она подбирает. Размер собаки. Мелкая, средняя или крупная? У меня она будет мелкая. Потому что, по-моему, у Грифона это мелкая собака. Аллергическая реакция на корм Грандорф. Видимо, там будут кормить этим кормом. Есть? Нет? Только на определенные вкусы корма. У Берты вот пока не замечалось. Мы тоже брали такой корм. Так что пока не замечалось. Аллергическая реакция на косточки Награда. Есть? Нет? Только на определенные... Мы тоже их брали. Так, ну, скорее всего, на определенные виды не знаю, но у нее не было. Другие косточки какая-то как будто бы была. Так, пребывание в коттедже. Одна собака, несколько собак. У меня будет одна собака. Компания собак. Я не приглашала. Так, переносимость холода есть? Нет. Переносит только среднюю температуру воздуха. Там написано на сайте этого коттеджа, что можно с хозяевами. Я, наверное, выберу среднюю. Так, вот. Подчеркну здесь. Нам надо будет очень... Там длинной чертой подчеркивать. Я подчеркнула. Характер собаки непослушная-послушная. Иногда любит пошалить. Да, Берта иногда любит пошалить. Дополнительные сведения. Я не знаю. Мне кажется, здесь все спросили, что только можно было. То есть каких-то у меня дополнений нет. Вот, кстати, здесь написано. Собачий коттедж. Мисочка счастья. Да, этот собачий коттедж так и называется. Так, все заполнили. Ну, скорее всего, вот эти вот дополнения, дополнительные сведения, они как бы пожелания. Так, обещаем, вашей собаке будет весело. И такая вот прикольная собачка нарисована. Ну, посмотрим, насколько будет Берте весело. Так, медицинская анкета. Вот это уже поинтереснее. Состояние здоровья. Конечно же, здорово. Так, собака здорова. Собака. Здорова. Здорова. Осмотр и бережная чистка ушей. Согласие, отказ, только осмотр. По-моему, Берте уже надо уши чистить. Тогда я отмечаю согласие. Все. Осмотр слизистой глаз. Согласие, отказ. Ну, наверное, там будут еще от гноек чистить. Ну, если что, почисти, да. Согласие. Я все согласие напишу. Проверка дыхательной системы. Согласие, отказ. Наверное, слушать Берту будут. Так, тогда согласие. Согласие. Осмотр ротовой полости и чистка зубов. Да, Берте, надо зубы чистить. Тогда согласие. Осмотр лап. Тоже согласие. Вот осмотр лап. Посмотрите, наверное, на наличие там всех этих там клещей, всякого такого, может, блохи тоже смотреть будут на них. Но у Берты ничего такого не замечалось. Осмотр и бережная, прощупывание живота. Бережная. Ну, раз бережная, ну, все-таки, наверное, только осмотр. Ну, это, наверное, тоже какие-нибудь там эти клещи всякое такое. Ну, сейчас они есть. Осмотр хвоста. Кстати, 27 июня. Осмотр хвоста. Согласие, отказ. Ну, согласие, что там, мне кажется, делать можно. Мытье лап, мордочки, живота, хвоста и интимных мест. Согласие, отказ, только мытье лап. Так, ну, здесь все это по отдельности. Ну, не знаю. В принципе, после прогулок мы ее моем. Но тут... Ага, она поедет на своем автомобиле. А до самого, наверное, коттеджа я ее сама донесу. Ну, так что, наверное, сделаю... Так, согласие... Вот, отказ. Откажусь от этого. Вот, отказ. Стрижка когтей. Согласие, отказ. Отказ, явно отказ. Я не знаю, как там ногти... Ой, ногти. Когти стригут. Непонятно. Расчесывание собаки. Вот здесь я уже напишу согласие. Ну, вот, как бы, что там можно больного сделать. Щипать точно Берту не буду. То есть... Берта Брюссельский грифон и Юси Панжи. Так, все. Вроде бы все заполнили. Все, можно отправлять в коттедж. И нам все сделают, что надо подготовиться все делать. Хотя там можно с хозяином. Ну, наверное, я все и буду все-таки делать. Ну, ладно. Короче, анкета заполнена. Всем удачи. Всем пока-пока. В следующей серии встретимся, как Берта уже будет ехать в коттедж на своем собственном автомобиле. Берта уже будет ехать в коттедж на своем собственном автомобиле.